Аллилуйя! Слава Богу, сегодня 25 февраля, в украинске лютого, лютого, действительно лютый, стал лютовать под конец, лютуе, полноцовое. Да, вот такая, чтобы была внутри символ веры. А, нету. Ага, хорошо, добренько, да. Да, слава Богу. И сегодня начнем с молитвы. Благослови Богу наш, завжди, нині, повсякчас, и на веки веков. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, царю небесною, утешителю души истины, що всюду, ясені, все напомняешь. Скарба добра і життя обладателю, ти прийшов і вселився в нас, і очистив нас від усякої скверли, і спас благі ти души наші. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, слава тобі. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, слава тобі. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, хвала тобі. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на веки веки веки. Пресвята Троїця, помилував ти нас, Господи очистив гріхи наші, влади попростив беззаконня наші. Святий, прийшов і зцілів немочі наші, ім'я Твого ради. Господь помилував і прослів нас. Слава Отцю і Сину, і Ското в Духові, нині, повсякчас, і на веки веки веки. Отче наш, що є Сина Небеса, нехай святий сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо вінуванцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царствої сили, слава та дійки. Амінь. Вірую. 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 Эмінь. Амінь, амінь, амінь. Моя молитва, нехай лине. 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 Амін. Моя молитва, нехай лине. 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 Слава, нехай лине. Моя молитва, нехай лине. Амінь, амінь. Слава Бобе. Моя молитва! Субтитры подогнали Симон. 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 И вот там Рейд Харбонке, известный евангелист, он в основном в Африке всю жизнь молился за людей, а в этот раз он помолился за немку. Он сам белый, сам немец. И одна немка к нему тоже обратилась за чудом. Она просила у Бога чудо. Но чудо казалось бы нереальное. Она хотела иметь детей, но у нее не было матки. У нее удалили матку вообще. В свое время была операция, и матку, и по-женски все удалили. Профессор делал, врачи, заключение. У нее ничего нет по-женски. Все удалено. Она уверовала, она хотела иметь детей. И она видит, что с черным африканцем через Рейд Харбонке такие чудеса совершаются. И она говорит, а почему? Для Бога уже нет разницы в жизни, какого человека сделал чудо. Черный он или белый. Африканец он, дикарь, живет где-то там под деревом. Или живет там в цивилизованной Европе. Понимаете, какая разница к Богу? Вот. Просто вопрос веры. И она вот с верой такой обратилась к ним за этой молитвой. Молились. И Бог дал ей новую матку, новые органы. Вот. Значит, и просто это чудо, к чему известно, потому что оно, понимаете ли, в Африке там, кто где кому-то документацию какую делал раньше, особенно, значит, сейчас как-то цивилизованно где-то, где-то. А где-то до сих пор ничего нет. Вот. Поэтому чудеса обычно все так вот просто, ну, на веру. Ну, да, не было, появилось, да. Ну, кто знал его, как того слепорожденного. Кто-то знал его. Да, это он был или нет, похож на него, кто его знает вообще. Мало ли что. И если бы в те времена была бы медицина вот так вот, как у нас сейчас, развита, в смысле, что там давали бы какие-то истории болезни, писали бы там какие-то там справки, какие-то там анализы. Вот. Тогда бы, конечно, тот слепорожденный сказал бы, вот, посмотрите историю повестников, вот, значит, а вот он, значит, с поликлиницией выписку, по-моему, я чего-то еще раз. Вот. Вот. А тогда это такого не было. Вот. И поэтому, когда многих африканцев там Бог исцелял в Африке, то никто из них там, как бы, не имел, никаких там справок, просто нет ничего. Вот. Ну, только соседи, могли бы, например, семья там, друзья. Вот. А эту женщину просто перерывал известный там профессор, значит, и врачи, известный, богатый клиникам. Вот, как бы, они не могли не то вырезать, они вырезали бы то, что надо было вырезать, как бы, значит, вот. И у нее были все документации, вся документация, значит, вот, соответствующая проверки все. Потом еще, как бы, после того еще были обследования, там, другая болезнь была еще. Опять-таки, все обследователи показывали, что, да, действительно у нее нет ничего, не было, не все удалено было. Вот. Вот. И Бог ей дал новую матку, новые органы. И потом была программа даже такая. Рейтфорд выходил уже на сцену крестистой женщины, и она несла маленького ребеночка, благословляет ребеночка. Ну, собственно, годовалый, собственно, был маленький, младенец. То есть вот, ребенок, родившийся от нее, Бог дал матку новую, новый орган, наверное, очень женский, и дал возможность ей забеременеть. Знаете ли, вот, здесь порой все имеет женщину, не может забеременеть, да, а у нее Бог создал все это создал, и еще дал беременности, роды, и здоровый ребенок родился. Вот, слава Богу, да. И врачи там дали, ну, как бы, вынуждены, может, просто, да, дали заключение, что у нее, ну, так же записано было новую матку, новые органы, значит, там, а потом, как бы, вот, и из больницы, что она вот родила благополучно, слава Богу. Вот такое интересное, такое чудо созидательное, бывают чудеса, как бы, исправительные, как бы, исправление, исправление чего-то, да, этого тягун, как бы, по-иблиски, вот, когда исправляется, как тягун, на ламп, исправление мира, вот, а есть созидательные чудеса, когда не было, или вообще такого не было никогда у него, у человека, оно проявляется, вот, или же оно было потеряно, то раз, и воссоздается это. Слава Богу. Пусть Бог благословит, пусть дела Божьи совершаются в наших судьбах. Аминь. Дела Божьи. Аминь. Да, я хочу как раз сделать тоже запись.